Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Квартирные аферисты на протяжении пяти лет орудовали на территории Гомельской области. Им удалось совершить не менее 16 незаконных сделок с недвижимостью. На след мошенников вышли сотрудники 8-го управления Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Республики Беларусь. По версии следствия, гомельчанин 1973 года рождения создал и возглавил группировку аферистов. В нее в разное время входили еще двое мужчин и две женщины. С 2010 по 2015 мошенники находили квартиры, владельцы которых давно в них не проживали, либо умерли и не имеют наследников. Также в число обманутых вошли неработающие любители выпить, имеющие задолженность по оплате услуг ЖКХ. Злоумышленники, используя поддельные документы, заключали разного рода сделки. В результате становились фиктивными владельцами чужого имущества. Дальше следовало продажа квартиры и разделение полученной суммы между аферистами. Расследование отдельных эпизодов преступной деятельности, связанной с подделкой документов Российской Федерации, осуществлялось во взаимодействии с российскими правоохранителями. Существенный вклад в установление подлинности документов по купле-продаже недвижимости вынесли сотрудники Государственного комитета судебных экспертиз. Всего в ходе следствия было установлено не менее 16 незаконных сделок с недвижимостью, совершенных в городе Гомель, а также на территории Гомельского, Будокошелевского и Ветковского районов. Общий ущерб, причиненный преступлениями, составил 400 тысяч рублей. На момент окончания следствия ущерб возмещен практически полностью. 290 килограммов на свае нашли сотрудники оперподразделения органов погранслужбы в одном из гаражей города Мозыря. Крупная партия некурительного табака была тщательно расфасована в 29 мешков. Установлено, что вещество приобреталось в Российской Федерации и незаконно возилось на территорию нашей страны. Владельцем багажа оказался 27-летний гражданин Беларуси. Буквально три месяца назад его уже задерживали пограничники за попытку провести в рейсовом автобусе «Москва-Мозырь» 120 килограммов некурительного табака. Сейчас молодой человек передан сотрудникам Мозырьского РОВД для дальнейшего разбирательства. 15 машин на летней резине, 4 пьяных водителя и 11 случаев управления автомобилем без имеющихся на то прав. За прошедшие сутки на дорогах Гомельской области зафиксировано 834 нарушения правил дорожного движения. Среди нарушителей 64 водителя проигнорировали использование ремней безопасности, 65 – правил проезда пешеходных переходов. Всего на территории региона за сутки, 8 февраля, было зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий, в которых автомобили получили механические повреждения. Пострадавших нет. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok